Заседание общественной палаты Азбестовского городского округа состоялось в администрации города. На этот раз обсудили итоги отопительного сезона, а также вопросы по ликвидации несанкционированных свалок на территории города. К началу отопительного сезона 2013-2014 года предприятиям коммунального хозяйства учреждения социальной сферы были завершены все основные мероприятия по подготовке к отопительному сезону. Гидравлические испытания тепловых сетей от котельных проведены в срок, согласованы с администрацией Азбестовского городского округа. Предприятиями, обеспечивающими теплоснабжение жилищного фонда и объекты в социальной сфере, были заключены договора на поставку основного топлива, в которых определены условия оплаты сроки поставки котельного топлива. В соответствии с правилами оценки готовности к отопительному сезону, утвержденными приказами Министерства энергетики Российской Федерации, от 12 марта 2013 года за номером 103 проведена комиссионная проверка готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2013-2014 года. По результатам проверки готовности муниципального образования, проведенного Уральским управлением Ростехнадзора, Азбестовскому городскому округу выдан паспорт готовности к отопительному периоду 2013-2014 года. Администрация Азбестовского городского округа постоянно осуществляется контроль за ходом отопительного сезона. Еженедельно отправляется информация в Министерство энергетики ЖХ Свердловской области, территориальный центр мониторинга. В течение отопительного сезона администрации Азбестовского городского округа велась работа по снижению коммунальных задолженностей предприятий города. Объем кредиторской задолженности организации жилищно-коммунального хозяйства Сбестовского городского округа перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов по окончании отопительного сезона на 1 мая 2014 года составлял 269 миллионов 361 тысячу 300 рублей, из которых за газ это 181 миллион 69 тысяч, за электроэнергию 88 миллионов 292 тысяч, практически 292 тысячи рублей. Основными проблемами отопительного сезона остается высокая степень износа оборудования коммунальных сетей, недостаточный срез для проведения текущего капитального ремонта инженерных коммуникаций жилищного фонда объектов и сетей коммунального хозяйства, создание нормативного запаса резерва и оплата основного топлива. В настоящее время всеми предприятиями и учреждениями начаты подготовительные работы. С 14 мая 2014 года проводятся гидравлические испытания тепловых сетей от РК-1 и ПК-6, это на больничном городке. Выполняются работы по ремонту и замене сетей. В плановом порядке выполняются ремонты работы в жилищном фонде на объектах коммунальной инструктуры и учреждениях социальной сферы. Второй важной темой на заседании общественной палаты был вопрос о перспективах переработки твердых бытовых отходов на территории Азбестовского городского округа. И население, и наша инфраструктура не готовы к раздельному приему отходов. То есть их прежде чем на завод доставлять, надо еще разделять на местах, то есть тех же контейнерных площадок. То есть пока ближайшие перспективы по данному вопросу даже в администрации не рассматривалось. То есть это очень дорогостоящие проекты. Также на заседании прокомментировали проблему ликвидации несанкционированных свалок на территории Азбестовского городского округа. Ликвидация свалок – одна из ключевых, важнейших и актуальных экологических проблем. Скопление бытовых и промышленных отходов, расположенных вблизи жилых домов и промышленных предприятий, неблагоприятно сказывается на здоровье людей. Ухудшают экологическую ситуацию, негативно воздействуют на эстетическую привлекательность отдельных территорий. Каждый год в бюджете закладываются средства. Мероприятием идет раз ликвидация свалок на эти мероприятия. На 2014 год запланировано 1,1 млн рублей. Сейчас на данный момент готовится конкурсная документация. В ближайшее время будет выставлена конкурсная документация по отбору подрядчика, кто это будут свалки несанкционированные, вывозить, скажем так. Продолжение следует...